близнецы приветствую вас мои дорогие давайте посмотрим ваш расклад на январь месяц и первая карта для вас мои дорогие рыцарь мечей бороться за свое место под солнце здесь знаете вот уже когда говорится уже паж когда вы думаете что-то делать что-то поменять а рыцарь уже нужно 10 предпринимать вот именно в начале месяца января для вас мои дорогие близнецы говорится о том что если вы хотите стать счастливой если вы хотите менять какую-то работу здесь нужно уже пора действия делать здесь нужно бороться за свое за свое место под солнце здесь не нужно будет именно здесь нужно уже пора предпринимать вот эти действия вот именно на самом деле потому что вам дается это возможно возможность начале месяца давайте посмотрим вот следующая карта на начале месяца тут скупка здесь бороться за свое место конечно нужно Почему? Потому что здесь идет у вас полная чаша, у вас идет полная энергия, вы должны понимать, что если вы хотите бороться, чтобы вы стали счастливы или что-то поменять, вот именно рабочие моменты, финансы, здесь все в ваших руках. Здесь самое главное делать уже вот эти мысли, идеи, возможно, которые вы в своем голове до сих пор думали, здесь уже нужно в действию. Почему? Потому что здесь у вас идет полная чаша, уже у вас январь месяца, уже пора этот шаг сделать, поменять вот именно что-то у себя. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас. Это восьмерка мечей. Даже то, что у вас идет полная чаша, вы все-таки горите изнутри. Может здесь, вот знаете, вот что у вас может, вы думаете вот в начале января, что у вас может какие-то отношения не ладиться, вы не видите возможности, может быть то, что вы пробуете, пробуйте, пробуйте построить отношения, у вас это не получается. Вы думаете, что все-таки вы останетесь одним? Нет. Я могу для близнецов в начале месяца, вот здесь есть решение, самое главное не впасть в эту апатию, то, что у вас это не получается, то, что у вас эта возможность построить отношения, нет. Нет, здесь самое главное, правильно какие-то шаги сделать, правильно что-то вот менять. Поэтому и дается вот то, что вы должны уже пора в действии что-то предпринимать. Здесь может быть для некоторых, я скажу так для близнецов, здесь может быть то, что нужно именно усилить свою женскую энергию, мужскую энергию. Здесь какие-то, может быть, понадобятся вам именно какие-то практики. Но здесь проблема, как бы можно решиться только, если вы не будете впасть в это состояние, когда вы не понимаете, что происходит. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, мои дорогие близнецы. Это башня. Разрушить свои стереотипы. Разрушить те страхи, те мысли, которые вы думаете, что у вас что-то не получается, что у вас что-то не в ваших руках, что это не ваше, что это не... Нет. Здесь самое главное работать над собой и убирать вот эти мысли, то, что у вас это не получается. Давайте посмотрим следующая карта, что у вас, мои дорогие. Это двойка жезлов. Двойка жезлов может для некоторых близнецов, я скажу, то, что есть какая-то любовная привязка. Поэтому у вас идет вот такое то, что вы горите изнутри, что у вас есть, вы не можете отпускать. Вы как будто знаете, почему у вас идет вот именно в середине разрушение, может то, что вы должны разрушить вот эту зависимость от кого-то. Вот от той работы может здесь касаться, от тех людей, которые вы понимаете, что вам плохо рядом с кем, вы теряете энергию, но вы должны понимать, что пока вы не возьмете вот эту решение, вот эту возможность, ну как бы эти... Ну, даже свой меч в руках, что вы не хотите находиться рядом там с этими людьми или там на той работе, вам не приносит какое-то удовольствие. Здесь будьте аккуратны, потому что вот в середине как будто дается возможность, чтобы вы поработали над собой. Вот именно убрать вот эта привязка, которая у вас есть вот в середине. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие. Это рыцарь жезлов. Бороться за свое. Даже то, что вы горите, даже то, что у вас происходит, то, что у вас привязка, то, что у вас какие-то разрушения, то, что вы горите изнутри, у вас все-таки вы взлетаете, вы не отпускаете руки. Вы все-таки борете, даже то, что пылает, то, что горит под ногами, вы все-таки идете к своим цели. И здесь эта карта говорит, что вот именно даже то, что состояние, вот именно то, что понимаете, что что-то, какие-то перемены опять в вашей жизни происходят, здесь вот самое главное не отпускать руки и идти дальше. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие. Что у вас на конец месяца? Туз Пентакли. Здесь дается, знаете, шанс, вот из-за того, что у вас именно в отношении какое-то состояние происходит, вот именно в конец месяца января дается возможность какие-то финансы заработать. Здесь какое-то новое начало у вас именно по финансам дается. Здесь вот есть и те, которые люди могут ждать какие-то, у них были какие-то суды по поводу какой-то работы, и вы понимали, что вы не получаете эти финансы, что вам не дают. Здесь именно в конец января как будто у вас получение какой-то крупной суммой, какой-то, здесь может, если для некоторых, может, будет какие-то судебные разбирательства, где вам потребуется где-то вот как бы какие-то финансы, чтобы вы тоже отдали там. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это тройка пентакли. Здесь для некоторых улучшения именно по финансам. Вот здесь из-за того, что вы думаете, что в отношении не получается, вот именно по финансам и по карьерной лестни у вас идет, знаете, ну, идет вверх. Здесь идет или то, что из-за того, что вы получаете эти финансы, то, что какое-то благо, вот стабильное, вот что-то по финансам, из-за того, что у вас идут или повышение квалификации, или улучшение каких-то знаний. Здесь идет именно то, что вы, знаете, как взлетаете вперед, вот как взращиваете что-то новое для вас, которое вы именно приводите, вот именно финансовый канал у вас вот как бы идет в лучшую сторону. Давайте посмотрим, высшие силы, какой совет для вас дает вот именно на январь месяц, мои дорогие близнецы. Смерка Пентакли, взращивание новых идей. Взращивание новых, там, если у вас отношения новые появятся, здесь новые начала, что-то понимать, что вы должны что-то разрушать, то, что вы должны что-то начать новое для вас. Здесь вот благодаря то, что вы не отпускаете руки, вы боретесь, даже то, что горите изнутри, здесь вот именно то, что ставите мысли, цели, что вы хотите что-то новое в жизни, у вас приводит именно вот к взращиванию новых идей, новые идеи по поводу финансов. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, и там будут больше расклада финансов.